Итак, друзья, резюмируем. Вот что в итоге несет новое паразитическое устройство мира, когда ведическая общность при развитии совершенным всех индивидуальных качеств человека позволяет ему познавать мир и себя на божественных принципах вездесущего, вездесущего. Идеи же служат человеку, а у людин теперешних установка идея, как одержимая воля, руководит и разрушает ее, людин и сознание, и самую жизнь. То есть долговременная идея, установка уже может быть подобна одержимости, безумию, но которые уже никаким образом не разрушить простым доводом и никаким влиянием от реальности уже не могут. Человек фактически превращается в животное. Обладевшая им может стать целью и смыслом ее жизнью. И людина, одержимая такой установкой идеи, становится агрессивным. Защищая свою идею, он может походить на параноика, на больного психического человека. Заметьте, вы видите это вокруг. Современная Европа уже практически на пути к этому безумию. Людина не только не хочет выслушать доводы, показывающие прочие возможности для нее. То есть эти доводы ясно указывают на несостоятельность ей, овладевших ею идей. Но сам первый переходит же, выслушивая все это, такой вот безумец к нападению. Даже при минимальной угрозе целостности его идеи, для него все крамольно. При этом, заметьте, друзья, появляется еще одна очень важная и характерная особенность, одержимыми такими идеями. Они стремятся навязать эту идею тем, которые пока еще не одержимы ею. При этом они угрожают и могут подвергнуть насилию человека, да-да, еще человека, противовившегося этой людоненавистнической идеей, которую часто облекают в мерзко-патриотические чувства и в оскорбление других мнений и других обществ, которые им не соответствуют. Так поступают педалы, всевозможные патриоты. Сами понимаете, что никакой реальности они не видят и видеть не хотят, и будущего, поверьте, у них нет. Этот мир, которым овладеют такого типа мышления, фактически будет уничтожен. Уничтожен им самим. Ведь, в конце концов, при определенном состоянии мира так и происходит. Оставаясь во власти установочных идей, людина теряет нить жизни и служит всем тем, кто эти установочные идеи сеет в мир, внедряет в их аморфный мозг. Это все знание, которое мы тут даем, слишком трагично для духа, но как проявление паразитизма, образа жизни материального, реального, к сожалению, реально, к сожалению, до самых своих устоев. Сознание поражено язвой. В общем, это выглядит так. У паразитов же благопристойненько. В дальнейшем, конечно, с ростом количества, так сказать, верующих в некие там сверх-сверх ценные идеи. Ну, это вы видели, например, в коммунизме или позднее, в новом, так сказать, пост о коммунистическом обществе. Назывались это даже продвинутые капиталисты, которые как бы поведут за собой, дадут все, что необходимо человеку для развития. Но это же все и вызывают борьбы, борьбу за так называемую чистоту идей внутри групп людей, следующих вот таким взглядом. Мы также видим в различных вот и подобных религиозных течениях. Это же наблюдаемые в идеологии, идентично, лежащих в основе строительства государства. Они ничем не отличаются и потом, со временем, недаром все говорят, если, конечно, ни религии или государства не очищаются, что это мракобесие. Все, что доведено до крайности, становится же ведь фактически абсурдом. И принцип появления вот таких правил основывается на какой-либо необходимости, которая часто граничит с настоятельной потребностью удержаться на плаву. Человек же может принять какую-либо идею только тогда, когда он осознает ее необходимость для себя или в другом случае, когда не имеет своей собственной. Практически при таком мироустройстве основная масса людей придерживается второму правилу и не имеет никаких собственных идей, а осознает, в кавычках, осознает необходимость соглашательства с той или иной идеей, государственной, религиозной или там еще какой-то внутри партийной. Это лишь способ удержаться на плаву и не погибнуть в хаосе окружающей жизни. А теперь разберемся, как все это проявляется. Существует ведь определенное правило внедрения каких-либо идей в человеческое сознание. С этим мы абсолютно соглашаемся. Ну, например, первое, чтобы разрушить вашу какую-то принятую от рождения это первоначального познания, установку жизни и для того, чтобы ее заняла новая, другая, уже внушенная вам. До этого подходят все средства, но лучше всего используются ваши слабости. Какие? Сами догадайтесь, хотя мы об этом еще поговорим, конечно. Все слабости ведут к покорению тем идеям, которую пропагандируют определенные элиты. Ну, во-вторых, человек, который собирается ввести вот именно в это ваше новое, неопределенное, рыхлое, аморфное состояние, какое-то новое правило, новую установку, ему, чтобы это совершить, достаточно быть для вас авторитетным лицом. Согласитесь, это не столь уж безобидное явление, и очень многие охотно, охотно становятся перед вами авторитетами, а уж вы попадаете под авторитет того или иного, более мощного, более, так сказать, накопившего в себе желания властвовать и покорять. В дальнейшем, чтобы еще более притянуть вас, так сказать, в луна всего того, что позволяет авторитетам хозяйничать в вашей жизни, они стараются внушить вам такие идеи, которые опираются на известные вам факты, и которые для вас небезразличны, потому в начальных фазах внушения должны преобладать, мол, логические связи между фактами, и по мере того, как воздействие на вас достигнет своей цели, вы постепенно становитесь не только носителем этой идеи, но и слепым исполнителем ее. Тогда, естественно, уже нет необходимости особенно применять в отношении вас и в пропаганде некую логику. Достаточно давать ценные, в кавычках, указания. Но именно с этих вот всех сторон вашей личности вы можете быть обычным человеком, но пока же дело не касается внедренной вас идеи, вы можете превратиться в кого угодно, даже в монстра. Тогда уже и в вас проснется это психическое ненормальное существо, нередко агрессивное и желающее, извините, даже насилия и крови для осуществления своих целей, если видеть, что кто-то сопротивляется и не соглашается с ними. И вот так она живет, эта идея, и паразитирует над вами и в вашем духе. В данном воплощении, конечно. Теперь можно также еще поговорить о том, когда же вот эта идея, которая уже в вас внедрена, становится абсолютно созревшей, и когда она начинает свою реализацию. Ну, надо заметить, что в этот период необходимо делать внушение форме определенных приказов, утверждений, так как идея уже находится вне логической системы вашей и защищена от самой очевидности неких логических фактов, которые могли бы подорвать ее существование, но в вашей своей слепоте вы уже не способны на это и ничего не видеть, и даже не представляете, насколько вы находитесь в роли подчиненного беспомощного существа. И еще в этот период, когда идея достигает вот именно своей зрелости, господства над вами, она наиболее, так сказать, энергетически устойчивая, можно сравнить с некой заряженной пушкой, которая обязательно должна развернуться и выстрелить в указанном направлении того, кто наведет прицел на нужный ему и осуществить, так сказать, приведение этого орудия в действие. То бишь, и это внушение в этот вот момент и направляет реализацию этой идеи. Сколь бы она кошмарно не было, для поддержания же активности вам нужна именно постоянная подпитка идеи. Если вы присмотритесь к обществу, которое, можно сказать, владеет вами, которое постоянно поднуздывает вас, как жеребца, и не дает вам не уснуть, не ослабиться, и только постоянно обновляет это вот указательное всякое внушение в отношении вас и всех подобных, для осуществления своих целей. Вот такая активность подобна, можно даже сказать, той части в человеке, которая превращается в нечто аморфное, неживое, отмирающее, но при воздействии оно приводит вас в той роботоформной, в том вас, в роботоформном состоянии, к действию с более страшной своей силой направляет для осуществления определенных идей, заданий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА